Неприятные сюрпризы на избирательных участках начались с самого утра. Так на юге области возникли проблемы с электричеством, рассказал губернатор. «Были проблемы с утра. На нескольких участках на юге не было электроэнергии. Были аварии по опорам. Но где-то к 9, где-то 40 они тоже были устранены». В остальном стартовали успешно. Более 2400 избирательных участков открыли свои двери вовремя. Возле некоторых из них к 8 часам успели образоваться очереди. «Все, открываем. Начало работы избирательного участка». Пасмурная погода и выходной день. Не помешали Светлане Ивановой быть на избирательном участке уже в 8 утра. В Димитрове она одна из первых опустила бюллетень в урну. «Кандидат должен быть умным, отзывчивым. Думать тоже о судьбах людей. Больше всего о нас, простых народе». К полудню в регионе успели проголосовать более четверти избирателей. С утра активнее были пенсионеры. Так, на одном из донецких участков только за первые полчаса. Галочки в бюллетене поставили около 500 человек. Всего же в Донецке право голоса имеют 700 тысяч избирателей. «Подготовка прошла нормально. Все было замечательно. Списки все сделаны. Бюллетени получили. Все организовано замечательно». В Макеевке работали 212 участков. Все открылись вовремя. В течение дня обошлось без серьезных происшествий, отмечают в местных избиркомах. Не все из 300 тысяч избирателей приняли участие в выборах. Те же, кто пришел, уверены, что поступили верно. «Я, наверное, еще из того поколения, которые должны это делать. Мы считаем, что это обязанность наша. Мы обязаны это сделать. Поэтому мы как проснулись, так и пришли». В Мариуполе не все желающие смогли проголосовать. Об этом сообщил председатель окружной комиссии номер 58. Проблемы возникли у тех, кто не нашел себя в списках. «Существуют, конечно, нарекания от граждан, которые не могут найти себя в списках. Но эти нарекания носят такой характер, что я, например, живу за пределами Мариуполя, я зарегистрирован в Одессе. А последние лет 7 я проживаю в Мариуполе. Почему я не могу проголосовать здесь?» 110 тысяч избирателей региона сегодня проголосовали дома. К примеру, в Димитрове этим правом воспользовались 500 человек. Им здоровье не позволяет самостоятельно прийти на избирательный участок. «Отдал свой голос. В общем, доволен, что проехали, что не смогу я туда идти. Все хорошо». За избирательным процессом в регионе следили десятки тысяч наблюдателей. Были в их числе иностранцы. Так, в Донецке представители ОБСЕ, стран СНГ, Польши. И гости из-за рубежа, и украинские наблюдатели о масштабных нарушениях публично не заявляли. «Все вовремя зарегистрировались, все были в сборе, все объяснили, все идет по графику, по плану, все хорошо». Сразу после 20.00 члены комиссии взялись за подсчет голосов, после чего данные отправляются в округа, а затем в столицу. Огласить официальные итоги парламентских выборов Центральная избирательная комиссия должна не позднее 17 ноября.